Поделюсь сегодня обзором на рюкзак, с которым я отходил почти пять лет, использовал практически каждый день, за редким исключением, летом, который со мной был в разных городах и странах, на отдыхе и на работе, в поездах, в командировках, в лесу, да везде. Со мной жена меньше времени провела, чем этот рюкзак. И вот настало время связать мою грешную жизнь с таким же, но новым, а заодно посмотреть во что превратился старый. Кстати, новый рюкзак мне подарила на Новый год жена. Совпадение. В общем, сразу же обосную свой выбор. Мне не совсем нравятся рюкзаки, которые в ходу у большинства пользователей рюкзаков. Не нравится их дизайн, не нравится их материал. Нравится только то, что они явно более продуманные в плане юзабельности. Да, может они намного удобнее и функциональнее моего, непромокаемые, но я не бегаю под дождем, но мне нравится тот, что у меня. Возможно я когда-нибудь увижу рюкзак, и скажу, вау, это то, что мне нужно на замену, или на подмену тому, что у меня есть. Поэтому предлагайте свои варианты в комментах, кто что юзает, кто о чем мечтает. Потому что комменты, зачастую намного информативнее и полезнее самого обзора. Теперь о рюкзаке. В далеком 2015 году, в прошлом, страшно подумать десятилетие, брат жены купил себе такой рюкзак. Так что покупал я его уже не просто по картинке, а зная какой он в точности до мелочей. И с того момента, как он ко мне прилетел-приехал, я с ним практически не расставался. Было парочку эпизодов, летом когда я его подменял на наплечную сумку, более мелкую и более легкую, но потом я от сумок отказался. Все-таки рюкзак практичнее и вместительнее. Что я в нем носил и ношу, как правило, там бывают ноутбук, нетбук, планшет, зависит от обстоятельств, мультиметр, нож или пара ножей, фонарик, ключи, документы, зарядка, повербанк, инструменты, мелкие отвертки, кусачики, пассатижи, обжимки и прочее. Посылки и Китая, конечно же, покупки и многое другое. Все это может находиться там как вместе, так и в разных вариациях. Исходя из этого становится понятно, что эксплуатируется он у меня по полной. И за пять лет с ним практически ничего, скажем так, критического, не произошло. Да есть кое-какие потертости и мелкие поломки, но об этом в конце. Так вот. Новый рюкзак мне купила жена 11. 11 копеек новому году, потому как видела, что я в этом направлении совершенно не шевелюсь и таскаю старый. Рюкзак я уже получил, и ношу где-то месяц, наверное, или чуть больше. Итак, рюкзаки, новые синего цвета. В качестве материалов заявлена парусина и натуральная кожа. Я не знаю, какая на самом деле парусина, но материал мне нравится. Очень плотный, но не грубый. Размеры заявлены следующие. Не в курсе, как его правильно замерить, форма у него специфическая, но если судить по высоте задней стенки, то там 36, а не 42, но если в него напихать всякого, то и все 50 получится. Вес нового рюкзака 926 граммов. Вес старого рюкзака 884 грамма. Перейдем сразу к внутренней части, для чего вывернем их наизнанку. Рюкзак внутри. Новый рюкзак визуально кажется больше, чем старый, но это, видимо, из-за того, что он новый и лучше держит форму, а старый уже потрепан стирками и нелегкой жизнью рюкзака. По размерам они идентичны, я перемерял все рулеткой. Внутренняя обшивка отличается немного по цвету, у нового чуть светлее. И там, и там на ткань нанесено название бренда. На задней стенке имеется карман для ноутбука, который застегивается хлястиком резинкой на липучке, у нового резинка длиннее. Кстати, все липучки в рюкзаке до сих пор функционируют как надо. Карман имеет размер 270 на 280. 280, это высота и она как бы не ограничивает размер ноутбука из-за резинового хлястика. Вот так туда помещается рабочий ноутбук 11.6 Antquot, ESA Travel Mate B 118000. Карман этот довольно плотный и с толстыми стенками с обеих сторон. Под тканью там какая-то плотная толстая подкладка. Так что за целостность девайса можно не переживать. Сверху над этим карманом имеется еще накидной кармашек на замке. Кстати, в старом рюкзаке на кармашек пришит лейбл. Размер 170 на 160. Я там храню редко используемые дисконтные карты, мелкие документы, удостоверения и прочее. На передней стенке двойной карман, один на липучке, второй на замке, 210 на 200, на котором нашиты два маленьких кармана. Во многих сумках и рюкзаках вот это, в данном случае коричневая ткань, из которой выполнена и обшита внутренняя часть рюкзака, как правило, является слабым местом. И рвется самым первым делом. Но не в этом рюкзаке. Вот так выглядит этот карман из этой ткани спустя пять лет. И в принципе по всему рюкзаку, нигде эта ткань не разошлась и не порвалась. Дно рюкзака плотное и там тоже чувствуется какая-то подкладка. Рюкзак снаружи. Задняя стенка. На ней расположен небольшой карманчик на замке 90 на 190. Два одинаковых объемных кармана на замках по бокам 110 на 220. Объемный карман на замке спереди 190 на 200. На этом кармане пришит кожаный лейбл с тиснением. Новый рюкзак. Старый рюкзак. Шлейки плотные, шириной 60 миллиметров, утолщенные внутри подкладкой и прошиты лентой, такая же лента является ответной регулировочной частью шлейки. Застегивается рюкзак за счет шнурка пропущенного через кольца и стянутого через кожаную фиговину. Далее накидывается клапан на магнитных кнопках, у старого рюкзака кнопки обычные, на которых еще и имеется обычная застежка, просто для близеру. Но она вполне функционирует. У меня была ситуация, когда человек, которого я попросил открыть рюкзак, открыл именно эти застежки, покажу как рюкзак смотрится на мне, придется засунуть свой организм в кадр. Примерка, так сказать. Старый рюкзак. Новый рюкзак. Теперь о том, какие возрастные травмы перенес мой старый рюкзак в ходе пятилетней эксплуатации. Вот эта кнопка была заменена в конце лета. Сначала она плохо стала закрываться, потом развалилась. Вот этот бегунок на замке был заменен в начале декабря, то есть совсем недавно, замок стал расходиться. На выступающих углах появились потертости, местами я бы их назвал протертосятми. Такие же потертости появились на краях шлеек. Ну и сам рюкзак немного, понятное дело, выцвел и вид имеет слегка уставший, я бы даже сказал благородный, как мудрый китайский путник, стоящий у края пыльной дороги с деревянным посохом и развивающийся на ветру седой бороденкой, и думающий о вечерней миске риса. Вот собственно и все, что с ним произошло за эти пять лет. И носил бы я этот рюкзак и дальше, философски размышляя, что потертости добавляют ему только шарма и винтажности, если бы дрожайшая супруга не подарила новый. Выбрасывать старый я понятное дело не буду. Он мне еще пригодится и не раз. На рыбалке, природу, в конце огорода и прочие места, где не ступала нога китайского рюкзака. Как вы уже поняли из всего повествования, рюкзак мне этот крайне люб и мил, и плохого я о нем ничего сказать не могу. Разве что когда долгое время носишь на одном плече, то сбивается регулировка длины шлеек. Но такое у многих рюкзаков, у моего друга в Найке например также. Рюкзак прочный и надежный и дело тут не только в материале, но я думаю и в швах. Потому как купил я как-то вот такую сумку на Али из похожего материала, с громким названием. Руководствовался я покупкой, конечно же потому что имел сей дивный рюкзак. Так вот сумка эта не прожила и двух месяцев. Нитки из нее лезли постоянно, и швы в результате начали расходиться. А здесь это я уже подшивал, потому что она разошлась напополам. Ужасная вещь, пи-эс, рюкзаки покупались у разных продавцов, потому что от первого и след простыл на Алике. Но эти два рюкзака гарантированно дело рук одного и того же китайца. Диванная экспертиза так постановила. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok